По действующим правилам для получения визы, либо въезда по безвизу в Польшу, нужно предоставить приглашение на работу. В этом видео мы поговорим о том, как получить приглашение, что делать, если оно аннулировано, а также рассмотрим пример приглашения на работу в Польшу и как его проверить. Обо всем этом и более вы узнаете в данном видео. А перед тем, как я начну данный видеоролик, хотел бы напомнить, что внизу в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. Подписывайтесь на данную группу, чтобы не пропустить самые актуальные и интересные вакансии. А мы начинаем. Поехали! Виды приглашений. В зависимости от типа нужной визы различают три типа приглашения для работы в Польше. Первое – для несезонных работ. Делается на 180 дней. Это самое распространенное приглашение. Второе – для сезонных работ. Выдается для трудоустройства в отраслях, отнесенных к правительствам Польши, категории сезонных. Делается на 270 дней, то есть на 9 месяцев. Третье – для воеводской годовой визы. Как получить приглашение? Получить приглашение на работу в Польшу от работодателя довольно просто, так как основная нагрузка ложится именно на него. Что для этого нужно? Для начала соискатель находит интересную ему вакансию в Польше. После связывается с работодателем и договаривается об условиях работы. Если стороны все устраивает, то соискатель передает работодателю свои паспортные и контактные данные. Далее работодатель обращается с соответствующим заявлением в свой ужон працы, где и оформляется приглашение для работы в Польше. В итоге готовый документ высылается соискателю, на основании чего он уже и оформляет визу. Все, что требуется от потенциального работника, кроме оформления визы, уложиться в оговоренные сроки и приехать на работу в Польшу. Сроки ожидания приглашения. Многих интересует, сколько делается приглашение на работу в Польшу. Как правило, на оформление хватает 7-10 дней. Но обратите внимание, что срок ожидания может быть незначительно увеличен за счет времени на пересылку документа. Как быть, если аннулировано? Бывают случаи, когда с приглашением было все в порядке, виза получена, но прибыв в Польшу, обнаруживается, что оно аннулировано. Если приглашение на работу в Польшу аннулировано, то идеальным вариантом будет найти нового работодателя и получить новое разрешение на трудоустройство. Переоформлять визу в таком случае не нужно. Что делать, если срок действия визы закончился? Срок визы и срок приглашения, как правило, совпадают. В этом случае, если закончилось действие документов, то выход один. Нужно ехать домой, запрашивать новое приглашение и оформлять новую визу. Если же виза еще действительно, то вы можете открыть карту побыта в Польше на один год. Но получить официальную работу без приглашения в Польше невозможно. Как проверить приглашение от работодателя? Первое. Проверьте внешний вид. Необходимо убедиться в соответствии документа. Приглашение должно иметь бланк, установленного законом образца. Так вот выглядит примерный образец приглашения на работу в Польшу. Второе. Проверьте свои данные. Данные соискателя должны быть написаны в точном соответствии с паспортными. В противном случае возможны проблемы. Третье. Проверьте телефон работодателя. В документе должны быть указаны реальные контакты фирмы. Позвонив по номеру, соискатель должен получить подтверждение, что это именно фирма, указанная в документе. Также приглашающая сторона должна быть в курсе, что соискатель собирается к нему на работу. Четвертое. Проверьте условия. Сравните зарплату, сколько действует приглашение на работу в Польшу, время начала работ и так далее, с тем, о которых вы договаривались заранее. Также следует знать, как проверить работодателя в Польше. Необходимо проконтролировать, существует ли данное юридическое лицо в настоящее время. Не ликвидирована ли фирма, не имеет ли штрафных санкций, запрещающих выдавать приглашения и так далее. Сделать все это можно онлайн на соответствующих государственных ресурсах Польши. Для этого вам понадобится такая информация, по которой осуществляется проверка. Первое – это НИП. Это налоговый номер, присвоенный каждому налогоплательщику Польши. Второе – это РЕГОН. Порядковый номер в польском государственном реестре соответствующей службы. Девять цифр. Вам понадобится, может, только один из номеров, но оба они обязательно должны быть указаны в приглашении. Здесь я вам предоставлю список сайтов. На каждом из этих сайтов откроется форма для ввода данных, в которую и вносятся вышеуказанные идентификаторы. Ну что же, друзья, надеюсь, это видео было вам интересным и полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также напомню, что внизу в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. А также всех тех, кого интересует бесплатный перевод денег из Европы в Украину, ссылку для бесплатных переводов через TransferGo я оставлю внизу в описании под видео. По данной ссылке вы получаете не только бесплатные переводы, а также 350 гривен в подарок к своему первому переводу. Поэтому, друзья, регистрируйтесь сейчас, а перевести сможете позже. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok